приветствую всех зрителей и слушателей моего канала и сегодня я хотел бы рассказать про новую флейту вот такая флейта сегодня наделась значит что здесь сразу по этой флейте как обычно я использую природный ствол древесины берется простая балка разрезается пополам выделывается внутри и снаружи но сегодня вот я добавил вот такого декора такой вот вырез он собственно и является подстройкой с помощью вот этого выреза я регулирую настройку первого тона подсолнечного отверстия уже нет но это создает вот такой вот дизайн и здесь будет вставлен еще дополнительно инкрустирован камешек в это место в эту оправу если такой сучок я срезал естественно как оправа будет служить я уже так неоднократно делал такие варианты вкрапления очень интересные то есть сам сучок может быть гнилой но на его месте может быть такая красивая вещица вот и собственно название этой флейты полет дельфина что собственно вот на тотемном блоке здесь и видно что он в общем-то летит летит здесь вот инкрустирован еще перламутр забыл как называется перламутр да которые собственно вот эта штука она была предназначена изначально для как детали для браслета вот собственно склеена она из двух частей вот и внутри такая же красивая часть но она просто на ней приклеена естественно остается одна такая сторона красивая тут что-то какие-то орнаменты такие природные видны и дельфин в общем-то смотрит сюда в общем это вот море и он туда плывет собственно еще один момент такой плети который я сделал и который с внешней стороны не виден он виден внутри когда вот сюда если подсветить канал то там есть надпись внутри которую можно вот начиная с этой дырочки с ближней дырочки к свистку начать читать и собственно это такой процесс зашифровки послания который я очень редко делаю но тут вот просто именно вот почему я это делаю потому что было такое настроение потому что было такое состояние которое вот прям хочется выразить и выражается она не только вот скажем так зашифрована в каких-то изгибах каких-то звуках но еще я делаю это словами то есть а слова ну чтобы не создавать лишнее привлечение я пишу не снаружи хотя бывает и снаружи пишу но сегодня написал внутри то есть в общем в этой флейте зашифровано послание то чтобы зашифровано скрыт но внутри находится и человек покупая флейту получит такой вот сюрприз послание как всегда универсальное приятное для всех будет скажем так полезно вот и я уже даже и забыл конкретно что я написал потому что жизнь очень динамично я написал и прошел переключился на другое дело в общем то другие флейты другие процессы а послание живет своей жизнью и это послание будет окрашена звуковой волной то есть что получается то есть есть некая энергетическая написанное послание которое при звуках флейты будет все время транслироваться то есть она будет усиливаться естественно человек который будет играть на этой флейте он постоянно это послание будет транслировать и и в окружающий мир и естественно ну вот контексте себя и это с каждым разом все происходить 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 и в общем собственно в этом есть какая-то магия создание ситуации и благостных для себя создание для себя атмосферы аура какой-то позитивной и положительной что в принципе я вам и стараюсь своим творчеством нести и естественно это продолжение будет через музицирование того человека который получит флейту в общем она будет жить и я думаю что мне приятно заниматься этим делом зная что эти добрые послания живут и транслируются и человек в принципе осознавая свою какую-то позитивную роль будет с благодарностью относиться к окружающему пространству и к мастеру соответственно который сделает флейту а мне естественно тоже очень вот такой момент вступительный и как обычно естественно звук самой флейты и и СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ну, вот такие небольшие наигрыши. Опять же, импровизация. Вот, и такие вот формы в данной флейте. Вот. Такие орнаменты, вот, насколько это видео отразит, есть на полости флейты, то есть на ее внешнем, на внешней структуре. Опять же, смотря на эту флейту, ощущение, в общем-то, вот, создается того, что это чисто природная палка, приятная на вид. А к тому же она еще и поет. Ну, вот с таким вот, с такой фигуркой. Палка есть палка. Но для меня, допустим, эти палки – это часть моей жизни и часть моего внутреннего процесса, который отражает мое мировоззрение. Скажем так. И я это мировоззрение, естественно, делюсь им окружающим пространством. Вот. Ну, а в фонова представлены еще флейты, которые есть в наличии. Собственно, у меня еще попросили вот записать по поводу вот этой флейты звук вот этой флейты, что я сейчас и сделаю. Ну, а в флейты. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Размера такого. Звука такого. В общем, что тут еще сказать, я уже про нее говорил. Ну и еще один момент. По поводу флейты, которая практически уже готова. Остались маленькие нюансы с декором, с лаком. Вот и, собственно, эта флейта поступит, не хочу сказать в продажу, поступит, скажем так, на всеобщее обозрение. Вот, тотем-медведь, вот я его снимаю, показываю ближе, вот такой медведь, такой прям медведь, бурый медведь. И он будет уже стоить здесь, скажем так, я его вот так вот ставлю. Естественно, это пока временные резиночки, как обычно у нас все на резинках. Когда что-то временно. И вот наладил я блок. Она такая басовая, в общем, я делаю эти флейты крайне редко. И, соответственно, стоят они хорошо, потому что есть очень, скажем так, такой момент на басовых флейтах. Нужно проявить максимум профессионализма с точки зрения знаний свистка и с точки зрения выявить силу звука, первое, и показать все-таки чистоту звука. И между вот этими двумя моментами, сила звука и чистота звука, как раз вот мастер, скажем так, находит баланс. То есть ищет баланс. Потому что, делая, допустим, сильный звук, можно потерять в его чистоте и красоте. Делая слабый звук, можно выиграть в чистоте, но потерять в силе звука. И вот этот баланс, каждый мастер ищет на каждой флейте, а на басовых его найти еще сложнее. Ну, вот так как-то. Ну и, собственно, звук. Ну, вот так как-то. Ну, вот такой вот небольшой показ. Она еще будет доделываться. Тут, может быть, проявятся еще некие такие нюансы со звуком. Но пока, чтобы люди были, скажем так, в курсе, что есть уже в пространстве эта флейта. Она рождается и практически готова родиться. И чтобы они имели в виду и как-то вот так планы строили, а не взять ли мне эту флейточку. А не понастроить бы себя по басам, по низам. Потому что эта флейта будет настраивать низы. А низы у нас это что? Но это материальный план. Это у нас первые три чакры, которые нам обычно, вечно не хватает. С точки зрения финансов, с точки зрения уверенности в себе, с точки зрения преподнести себя людям. Ну и все, что хотел, я сказал, на сегодняшний день показал, прозвучал. Ну вот, а еще эти флейты опять же есть в наличии. Вот. Опять они предлагаются. Ну, на этом, можно сказать, все. Заканчиваем. Продолжение следует...